Всем привет, здравствуйте, дорогие друзья, я Агата Танкишон, и я хотела сегодня рассмотреть такую ситуацию, которая характерна для многих детей из семьи, в которых практиковалось насилие, эмоционально-физическое, экономическое, сексуальное и так далее, общим словом называемое abuse. И смотрите, что происходит, например, моя знакомая из Европы, у нее есть большие претензии к одной клинике Rehab, которая ее лечила, и к психиатру не из-за этой клиники, с другой, который тоже ее лечил, у нее есть доказательства, что они обращались с ней абьюзивно, видеосъемки, там еще какие-то съемки и так далее, и тому подобное. И она уже написала там кучу жалоб, и она говорит, пока я писала жалобы, пока я писала вот этот вот иск, я уже очень сильно утомилась, и я хочу все бросить, я не хочу дальше продолжать, потому что это будет продолжение негативных эмоций. И в этом я узнаю себя в прошлом. Почему? Потому что я в прошлом тоже начинала кипеть о злости, писать какие-то бумажки, а потом все это у меня складировалось, потому что, ну блин, мне становилось в последний момент жалко этого человека. И почему это возникает? Потому что в своей семье вы себя, ваши родственники вели себя абьюзивно, вы себя отстоять не могли, часть человека, психика всегда отыгрывает этого родственника. То есть положение жертвы чем отяжеляется? Мало того, что другой человек против тебя и нарушает твои границы, еще и внутри себя ты чувствуешь, что он, блин, он правильно делает, потому что я плохой, я не такой, у меня чувство вины, при чувстве конфликта возникает тревога, стыд, чувство вины, я неадекватная, я неправильно себя веду, а где моя часть проблемы и так далее и тому подобное. Начинается вот это вот выискивание. Вместо того, чтобы просто сделать, как обычный нормальный человек, написала жалобу, отправила, забыла, там ходишь себе, потом надо, пришла там в суд и это рассмотрели или там как-то еще. У человека начинается противодействие внутри себя. Я, допустим, помню, как я в школу своему сыну писала целые километры того, как учитель абьюзит детей, и я все никак не могла это отнести в отдел образования. Вот прям напишу, 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 уже с другими родителями поговорю и, значит, я все никак не могу себя переместить в ту сторону, что-то меня удерживает. Что удерживает? Ну, положение жертвы удерживает. Многие говорят, что, ой, да я в своей семье могу тоже там их послать, что-то с ними поспорить и так далее и тому подобное. Это все все равно продолжение угодничества. Это может звучать как странно, но это угодничество. Потому что, смотрите, когда ко мне приходят клиенты на консультацию, я говорю, представьте себе крючок. Вот на рыбалку пошел рыбак, он насадил дождевого червяка на этот крючок. Дождевой червяк движется в разные стороны, извивается, противодействует и так далее и тому подобное, но с крючка он не снимается. Такая же динамика происходит у жертвы. Она может как-то отбрехиваться, что-то квакать в ответ родственникам. Она может даже производить со стороны впечатление самого неадекватного члена семьи. Но на самом деле она на крючке. Все вокруг чувствуют это и знают, что она на крючке. И все понимают, что можно ее долбать и дальше. Подумаешь, она что-то вякнет в ответ, но зато весь яд ей уже попадет. Она уже занимает место опущенной и она знает, где ее место. И все. И вот это отбрехивание жертвы, оно просто удерживает ее в созависимости, во взаимозависимости, в отношениях с этими родственниками. Человек, который... Это же пример как отсасывание энергии. Как отсасывается энергия у жертвы. Ну вот так вот она квакает-квакает в ответ и сливает свою энергию тому человеку, который вампирит. Ее и ее забирает. А со стороны будет казаться, господи, ты за что... Что ж ты с матушкой так разговариваешь? Что ж ты ее там... Что-то ты грубо сказала. Что-то там это. Ну, эта матушка ввернула человеку там отвертку, блин, под ребра, можно сказать, да. И человек дергается вместо того, чтобы оставить ее нафиг. Не дергаться, не реагировать, не участвовать в этом вальсе червячка вокруг крючка, да. Человек продолжает втягиваться вот в эту вот динамику этого абьюза. Вот этот вот абьюзерский танец, да. Что делать в такой ситуации, если вы себя находите в такой ситуации? Разобраться, во-первых, со своими чувствами вины, со своими родственниками, со своими внутренними вот этими частями, которые все-таки отыгрывают вот этих вот абьюзеров, да. Часть... В чем трагедия человека, который вырос в абьюзивной семье? Часть его психики, она согласна с абьюзерами. Даже если мозг понимает, что они прям лютые психопаты, с ними все было не так. Часть психики с детства привыкла быть на стороне их. Это вопрос выживания ребенка в этой семье. И важно передоговориться с этими частями психики и соединить психику в одно. Об этом уже есть еще видео про то, что жертва должна выбрать себя. Можете посмотреть это на YouTube. Если вы смотрите это видео в Instagram, подпишитесь на мой YouTube, ссылка в профиле. И что дальше нужно делать? Дальше нужно не участвовать в этой динамике, никому ничего не доказывать. Смириться с тем, что у людей есть свое видение о вас. И вы его никак не поменяете, но вы имеете право на защиту собственных границ любыми способами, в том числе и неадекватными. Жертва часто боится прослыть какой-то скандальной, неудобной, еще что-то. И прямо вокруг жертвы могут собраться толпа людей, которые будут уверять ее в том, что она неадекватная. Приведу пример, допустим, моего взаимодействия, для меня в конечном итоге удачного, с директором школы. Я пришла по вызову директора школы. Во-первых, если вас вызывают директор школы или куда-то еще, и вас вызывают приказным тоном, никогда не соглашайтесь на ту дату, на которую они назначают. Вы выбираете время, и вы не обязаны под них подстраиваться. Идите тогда, когда вам удобно. Во-вторых, если с вами разговаривают некрасивым, плохим тоном, если вас назначают, если с вами не обсуждают, а вам объявляют какие-то царственные решения, вы не обязаны вообще это выслушивать в принципе. Что произошло со мной? Я пришла на встречу к директору абсолютно нормально, готова ее выслушать, что у нее есть мне сказать. Она разговаривала очень оскорбительно, неприемлемым тоном, вела монолог, не давала мне вставить слово или задать какой-то вопрос. И я ей сказала, что если вы сейчас не остановитесь, не перейдете на другой тон, я отсюда уйду. Она мне не поверила, она продолжала гнуть свою линию, потому что многие директора школ советских, они прям как КГБ. Они очень манипулятивные, они знают, как людьми управлять, они знают, что директора школ это что-то типа какого-то святого Грааля, точно так же, как родители, да, их нужно слушаться, заглядывать им в рот, поклоняться, нести дары и так далее и тому подобное. Но когда она не остановилась, я решила, что наш диалог в этот день вообще закончен. И я ушла из кабинета. Пока я выходила, она впала вообще в неадекват, она начала орать, что вы делаете, вернитесь, вернитесь. То есть она не привыкла, что люди вообще в принципе как-то с директорами школ разговаривают на равных, что можно говорить как с людьми, что мы не собаки, на которых можно нагавкать и которым можно сказать к ноге. И пока я выходила, я сказала, если вы так разговариваете со взрослыми, мне страшно подумать, как вы разговариваете с детьми. На этом она все равно не врубила, что я действительно ухожу. И она начала орать, я аж в коридоре была, она такая, вернитесь, вернитесь. И так далее, и тому подобное. Но я решила, что, понимаете, если вы возвращаетесь в этот момент, тем самым вы опять подтверждаете, что вам это нужно больше, чем им. Что с вами можно так разговаривать, что они имеют власть, они могут вас оскорблять, могут обратно вызывать, что хотеть делать. В этом случае лучше уйти и лучше не разговаривать с этими людьми на таких условиях. После этого многие проблемы с учителями и с этой школой начали решаться в лучшую сторону для нас. В том числе зачем-то учителя улучшили оценки моего сына, хотя я совершенно об этом не просила. Были другие какие-то эпизоды, но неважно. В общем, это была драма, которая просто начала решаться только под конец школы, а до этого я все пыталась с ними вот таким вот тоном. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, я же вас попросила, вы давайте одежду моему ребенку, чтобы он вышел из школы. У него же тренировка, понимаете, на нас тренер ругается. Ребенку нужно успеть вовремя, вот это вот, вот это вот все, вот это вот такое вот мяу-мяу, неадекватное. И есть такая поговорка с волками жить, поволчивать. И человеку нужно уметь включать в себе волка, особенно если вы видите, что на вас наезжают. Вам нельзя давать себя съедать. Если вы ставите свою хорошесть и удобство на первое место, чем свои интересы, то ваши интересы никогда никто не будет соблюдать. Ни в семье, ни за пределами семьи, вообще нигде. Это сделать вот этот переход из жертвы в какого-то более-менее адекватного человека сделать достаточно сложно. Это требует моральных сил, моральной устойчивости. Людей обычно колбасит, потому что люди не могут обычное нет сказать кому-то, да. Обычно сложно даже произнести какое-то нет, не то что там отказаться. И многие стараются вписаться в общество, в то, в которое вписываться ни в коем случае не стоит, потому что как только вы в него впишетесь, вы потеряете свою личность, самоуважение, вы потеряете вообще чувство адекватности и свои ценности. Не в каждое общество нужно вписываться, в том числе и если это школа, или это район, или город, или вообще всё, что угодно, да. Допустим, есть маленькие быдлогородки, если вы там останетесь, вы просто, возможно, если у вас уровень развития выше, вы будете себя всё время принижать, то вы просто поломаете себе жизнь и психику. В этом плане нужно научиться бунтовать не для виду, типа я с вами поспорю, я с вами подёргаюсь и так далее и тому подобное. Нужно дать понять людям, что у вас нет цели спорить, у вас нет цели дёргаться, и ваши границы нерушимы, будет так, как должно быть. Это не значит, что вам нужно выделывать вообще всё, что вы хотите, да, но какие-то элементарные границы человеческого достоинства и разума должны соблюдаться в отношении к вам. Надеюсь, что это видео было полезным. Всем поддержка, кому нужно стоять своё достоинство.